Генри Ланди 22 победы, 11 из которых досрочные и два поражения, одно из которых досрочное. Проиграл он Джону Малинию, очень серьезному сопернику. Ну а у Виктора Постола 21 победа, ни одного поражения и 10 побед досрочных. Ну и живенько начинается этот поединок. Оба боксера, напоминаю, входят в десятку рейтинга WBC, где чемпионом сейчас является Дэнни Гарсия. Временным чемпионом также является Лукас Матис, очень сильный аргентинец. Вообще эта весовая категория всегда славилась такими яркими боксерами. Сейчас не исключение, новое поколение подрастает. Много новых имен, но уже успевших о себе заявить. Но мы видим, тут практически никакой разведки нет. Сразу пытается действовать агрессивно у нас Генри Ланди. Постол мы видим, насколько выше, практически на голову, выше американца. У Ланди рост 168 сантиметров, у Постола метр восемьдесят двенадцать сантиметров разницы. Виктор Постол, в общем-то, выступает в своей родной весовой категории. Все поединки он провел в лайт-велтервейт. Ну а Генри Ланди, в общем-то, больше боксировал в легкой весовой категории. Сейчас он решил подняться. Принял вызов украинца. И что интересно, в эту весовую категорию, в шестьдесят три с половиной килограмма, ему не сразу удалось, что удалось вложиться. На взвешивании он показал лишних четыреста пятьдесят грамм. Ему дали два часа, чтобы сбросить лишний вес, и он это сделал. Попарился немножко в нашей баньке. И мы видим, готов противостоять Постолу. Конечно, перелет и сгонка веса не могли на нем не сказаться, но на это рассчитывать не нужно. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует... 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 сейчас украинцы бросился хороший двойка сейчас американец под конец все таки с гонгом достал украинца еще раз показывая доказываю всем что он сюда приехал не просто от быть номер это не тот сантос который боксировал с кучером который перепутал спарринг с боксерским поединком ланди приехал сюда выигрывать и и и и Ну, вот то, о чем мы говорили. Настоящий амбидекстер. Генри Ланди, он сейчас взял и поменял стойку. Посмотрите, он сейчас уже стал левшой. И причем чувствует себя достаточно уютно в этой стойке. Это очень редкое качество. И это еще один сюрприз для Постола. С этим нужно как-то бороться. Ну, я думаю, что, в общем-то, высмотрели эту особенность американца при подготовке. Поэтому Постол должен быть готов. Опыт встреч с левшами у Постола имеется. И положительный опыт. И как с левшами боксировать, он тоже знает. Но все равно, согласитесь, когда соперник постоянно меняет стойки, это выводит из равновесия. Задумал что-то одно, а это уже не пройдет. Нужно делать что-то другое. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Американская манера ведения боя У Ланди, это не удивительно К ней тоже нужно быть готовым Парень много работает корпусом Качает маятник Такой гуттаперщивый, эластичный Застать его врасплох очень тяжело Конечно, тут Постолу нужны комбинации Они у него имеются Вопрос, сможет ли он их проводить Вот чем опасен Ланди Мы видим, пошел вперед Нету, к сожалению, данных о размахе рук соперников Уже видно, что этот на голову ниже Темнокожий парень Упадает длиннющими руками Мы видим, по прямой отходил украинец И не удалось догнать его американцу Другой отходил Три удалка Не гоняйся справа Слева Да, у меня же нужно ухать на голову Когда входить, он все время убирает голову Не гоняйся на голову Где-то в конце раунда Можно ухать на голову Три удалка Или ухать на левую Не гоняйся на голову Все, пускай собрано Витер, все время нагружать Витер, внимание на голову Все, на быстроту Стой нормально, не садись сюда Отдал центр ринга намеренно Американец Мы видим, он себя уютно чувствует на отходах Работая вторым номером Ну вот То, о чем мы говорили Длинные руки, лево-боковой Проходят из-за американца Не сильно плотно приложился на попал Вот хорошо Жесткий удар по печени Повтор от украинца Хоть и покачивает головой там Оландию Мол, все нормально Вообще, меня эти удары не беспокоят Но нужно продолжать Если тяжело попасть в голову То, конечно, корпус нужно обрабатывать Не убирайся на ногах Слышим, как подсказывают Украинцы не упираться на ногах На ногах Что можно интерпретировать Как работать Полегче на ногах Быть более подвижным Маневренным Все это нужно Потому что мы видим Насколько маневрен Американец Тут, ну, неумышленно Толкнул соперника Апостол Перед этим поединком Два месяца провел в Мексике Виктор Постол Провел множество спаррингов Познакомился с мексиканской школой бокса Ну что ж, хороший раунд Выстышите аплодисменты Я думаю, мы можем надеяться Что судьи тут видят преимущество украинца Но все равно, согласитесь Поединок конкурентный Еще раз мы видим на экранах Послушные списки боксеров Последний поединок Виктор Постол провел В Америке Это был, кстати, первый поединок Его в Штатах И закончился он очень быстро Уже в первом раунде Апостол нокаутировал соперника Но при этом, что интересно Послушаем сейчас Какой счет после четырех раундов Ну что ж, у двух судей 39-7 по итогам четырех раундов Что говорит о том, что один раунд уже все-таки отдали Американцу Один судья Я посчитал, что все четыре Раунда Выиграл украинец Так вот, Виктор Постол В последнем поединке Против Генри Аурада Несмотря на то, что в первом раунде Нокаутировал оппонента Успел еще и рефери с него снять два очка За то, что якобы Постол ударил соперника После того, как тот уже был на конвасе Такой спорный момент На том видео, которое было в интернете Этого вообще не было видно В любом случае, очень быстро разобрался там Постол Ну а до этого, конечно Постол прошел Очень хорошего американца Ветерана Одного из сильнейших Демаркуса Корли Оппонент достойный Прошел полную дистанцию Именно после того Поединка, конечно, Постол Конкретно поднялся в рейтингах Сейчас Постол у нас В независимом рейтинге Боксрека Занимает восьмую позицию А всего в этой весовой категории Зарегистрировано 1600 боксеров Ланди у нас 13-й В независимом рейтинге Ну, еще раз Мы понимаем, что сейчас в ринге Топ боксеры Не только по версиям Ведущих мировых организаций Но и вот в таких независимых рейтингах Прошел в рейтинге Снова у нас вернулся в стойку Правши Генри Ланди А вот он уже и левша Заканчивается Пятый раунд Хорошо удалось обработать корпус в этом раунде украинцу АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Александр Порищук Тренер Виктора Постова Подсказывает, что нужно делать Кстати, напоминаю, что именно этот тренер Готовил и много времени В общем-то уделил Сергею Дзензурку Который тут у нас сегодня в рингсайде Присутствует на боях Бывший наш чемпион мира И согласитесь, почерк Александра Порищука Читается Чем-то похож Постол на Дзензурука По манере ведения боя Единственное, что их отличает Это то, что у них разные стойки Дзензурук у нас левша Хороший удар по корпусу По селезенке от Постола Тут же ушел на безопасную дистанцию Пританцовывает американец Хорошее настроение Неужели он думает, что он выигрывает? Ему-то должны уже были перевести Что пока что Судьи так не думают Очень добро Очень добро Очень добро Эрландия достаточно известна В Америке Много боев провел На американском канале СПН В программе СПН Фрайдей Найт Пятничные боксерские бои Так называемые Но сегодня, я думаю, у нас вечер Можно назвать Мегого Сэрдей Найт У нас четверг Прямая трансляция на Мегого Интернет потихоньку Замещает нам телевидение Вошел клинч Постол Оправданно Не нужно тут этот Махач Опасен на ближней Нельзя не согласиться с кем-то там Из рингсайда Кто советует Постолу Минимум три удара выбрасывать Действительно тут с этим Американцам нужны комбинации Один-два удара мало Он все видит Тут нужно развивать свою атаку Это сделать тяжело, понятное дело Вот джеб Джеб хороший Ланди Завелся Постол Пошел отыгрываться Хорошо Корбас Оууу Левый боковой От Постола И тут можно добивать Отличный момент Был для украинца один из самых запоминающихся в этом поединке. Продолжение следует... 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 Раньше этот пояс принадлежал правиту Сингванча, тайцу, который решил перейти в весовую категорию повыше. Ну а из известных боксеров, которые владели этим поясом, ну, конечно, это, наверное, Рикки Хэттон и Мигель Котто. Также не забудем и о поле Малиниаджи. И сегодня этот пояс мы надеемся украсить талию Виктора Постала. Пока что говорить об этом рано, поединок продолжается, и мы видим, что нашел свою дистанцию Постал. Быстрые комбинации, сразу уход на безопасное расстояние. И сейчас себя уже уверенно чувствует украинец. Печень от Постала левого бокового от Американца, но там была на месте рука. Виктор выпадает капа. Украинца. Пауза. Есть время продышаться. И сразу пошел в атаку Американец. Кринчует. Украинец. И это правильно. Ничего такого нету. Опасен он на ближние. И тут, конечно, Виктору можно повязать. Вот хороший апперкот. Четкий, быстрый. Еще бы такой. Джеб, джеб. Про это нельзя забывать. Передняя рука очень быстрая, хлесткая у Американца. Пошел вперед. Ланди. Причем очень настырно прет. И вот такие вот быстрые, точные удары. И, конечно, сейчас то, что нужно, чтобы остановить этот прессинг. Вот чем опасен Ланди. Он, по всей видимости, все-таки рассчитывал на вторую половину поединка. Если раньше у нас центр ринга занимал постел, то сейчас мы видим такие качели. Тяжело, тяжело попасть, конечно, по этому верткому Американцу. Вот хорошая двойка, хорошая комбинация. И ноги. Ноги сейчас нужны по столу. Отличный раунд. Да, но пока что у нас пауза. Еще раз вспомним о том, какая звездная весовая категория. Этот супер лайтвейт или джуниор велтервейт. 140 фунтов или 63 с половиной килограмма. Весовая категория Костя Дзю. Можно ее так назвать. После прошедших восьми раундов. Но у нас сейчас счет после восьми раундов. 78-74. 78-74. 78-75. Красный угол. 79-73. И 79-73. То есть все-таки судьи отдают некоторые раунды у нас американцу. Но в целом по очкам выигрывает Постел. И понятное дело, что сейчас шанс выиграть этот бой у Ланди, наверное, только досрочно остается. Но посмотрите, как активизировался Ланди по прозвищу Ханк. Если переводить это прозвище, то, в общем-то, получается моток. Непонятно, моток чего. Но пока что Постел этот моток разматывает. У Ланди хорошая матерская карьера. 65 побед, 5 поражений. Был он и чемпионом Golden Gloves, золотые перчатки штата Пенсильвания. Был серебряным медалистом национального чемпиона золотые перчатки. Ну а вообще раньше этот американец занимался футболом. Но после того, как подрался с каким-то хулиганом и совершенно случайно, неосознанно, как он говорил, нокаутировал его с апперкота, ему, в общем-то, посоветовали идти в боксерский зал. Что он и сделал, я думаю, не жалеет. Сейчас он, напоминаю, топ-боксер этой весовой категории. Так и наш интерпостел. Ну, понятное дело, кто сегодня одержит победу, укрепит свои позиции в рейтинге. В то же время, кто проиграет, я думаю, вылетит из десятки. Постой, постой, да. Бери на душу! Стой, давай! Хорошо. Прилетел в Украину в воскресенье. Буквально за четыре дня. Ланди. Это не совсем правильно. Мог он не успеть просто-напросто адаптироваться к смене часовых поясов. Оу, хороший удар от Костола. Сильно заигрался американец и поймал его левым боковым дважды. Украинец. Ну, а тем временем у нас чемпионские раунды начинаются. Ну, а тем временем у нас чемпионские раунды начинаются. В хорошей кондиции подошли оба боксера к этому поединку. Так вот, если возвращаться все-таки о том, что Оланди приехал поздновато в Украину. Нужно было раньше, дабы успеть адаптироваться, акклиматизироваться и так далее. Но это было связано с тем, что Оланди был занят в Америке. Оу, левый прямой, неожиданно от него проходит. Костол его прочувствовал. Так вот, Оланди был занят в Америке тем, что комментировал бокс на телеканале СПН в Америке. Он не только боксер, но еще и комментатор. И, в общем-то, часть занимается организацией боксерских вечеров. Хорошо сейчас Хостел показал, что будет бить голову, пробил в корпус. На, привязывай руки. Держи, держи. Держи, держи. На, через живот. Хорошо. Привязывай руки на живот, на живот, на живот. Опасно, опасно. Сейчас Хостел отходит по прямой назад, откидывая голову. Хорошо, что пролетает все мимо, но что будет, если достанет на скачке? Да, ну и снова, кстати, вспоминаем о том, что Американец у нас Амби Декстер. В который раз он уже меняет стойку, сейчас он снова левша. Даже в разных... На разных сайтах разная информация о нем. Где-то пишут, что он правша, где-то, что он левша. Все уже запутались. На самом деле он просто Амби Декстер. Таких людей очень мало, тем более боксеров. Которые хорошо себя чувствуют как левша, так и правша. Хорошая комбинация селезенка-голова. Да-да-да, тут клинчи уместны достаточно. В этом поединке хороший 10-й раунд. Ну и теперь с уверенностью можно говорить о том, что выиграть этот бой Американец может только досрочно. Играет музыка. Ну что ж, два последних раунда у нас осталось. Посмотрим, что поменяется в этом противостоянии. Постал уже знает, что делать и как противостоять Американцу. Но однозначно стоять перед ним не нужно. Быстрые руки, многоударные комбинации в его исполнении всегда опасны. Сейчас они у него редко проходят. Только лишь тогда, когда постал останавливается. В 2006 году начал свою профессиональную карьеру Американец. Американец за это время, напоминаю, провел 25 поединков. Ну а Виктор Постал начал карьеру в 2007-м. В конце 2007-го. И у него за плечами 21 победа. Без поражения идет украинец. И очень близок он уже к поединку за звание чемпиона мира. Напоминаю, он третий по WBC. Завоевав этот пояс, я думаю, он еще поднимется в рейтинге. Но та версия, по которой он идет стремительно, очень-очень непростая. Там чемпионов у нас Дэйни Гарсия. Очень сильный паренек, который недавно нокаутировал Эрика Моралеса, нокаутировал Амира Хана. Временным чемпионом там является Лукас Матис. Астралий, аргентинец, простите. Вот сейчас, кстати, пропускает Постал справа. Но это не останавливает американца, который идет вперед и пытается навязать размен. Он не нужен Посталу, он правильно делает, что клинчует. Заволновались девушки в рингсайде, просит быть его аккуратным. Вот Дэйни Гарсия, на которого может выйти Постал. И тоже есть уже разговоры о том, что это может произойти уже в этом году. Он еще является чемпионом мира по версии WBA. Слава два пояса у него во владении. По IBF у нас Ламон Петерсон, американец в чемпионах. Очень жесткие удары сейчас выбрасывает, как танк прет просто Генри Ланди. Нужно быть очень внимательным, действительно. Вы видите, что творит американец. Хорошо, что он начал это только в конце поединка. Но все это показывает, что он все еще опасен. Сил у него осталось достаточно, и план на бой у него был. Доставить энергоресурсы на концовку поединка. Я думаю, что 12 раунд нас ожидает жаркий. Особенно жаркий для Постала. Так вот, Петерсон у нас по IBF чемпион. Будет боксировать скоро, кстати, с Забом Джудой по WBO. Его Величество Хуан Мануэль Маркес. Тот самый Маркес, который вырубил наглухо Мэнни Пакьяу. И сейчас пока что неизвестно, с кем он будет боксировать. Ну и Тимоти Брэдли. Итак, финальный раунд поединка за звание. Тот самый Брэдли, который недавно боксировал с Русланом Проводниковым. Заработал там сотрясение мозга. Ну а у нас финальный раунд. Вы слышите поддержку зрителей, которые протянулись. И сейчас эта поддержка очень нужна Посталу. Очень активизировался у нас американец. Нужно быть внимательным. Победа по очкам уже в кармане у Постала. Тут ее нужно просто не упустить. Очень активно идет вперед американец. Жмет, поддавливает, прессингует. И вот эта вот манера отходить по прямой, оттягиваться, конечно, сейчас Посталу больше приносит урон, нежели дивиденды. Вот сейчас хороший удар навстречу. Правый прошел. Да, тяжело сейчас американцы дотянуться до нашего Виктора. Все-таки на ногах сейчас хорош-хороший украинец. Главное, чтобы так все оставалось до финального гонга. Дал зажать себя в углу, а Виктор... Оно вышло все-таки из неудобного положения. Последняя минута этого поединка. Не так много осталось. Хорошая комбинация. Множество ударов поймал на себя Ланди. Еще. Ну и вот, наконец-то зрители просыпаются и поддерживают Постала. Последние секунды. Активизировался Ланди. Идет вперед. Размашистые удары. Хорошо. Превосходно сейчас на контратаке. Ловит навстречу соперника украинец. Последние секунды поединка. Шквал просто атак сейчас от американца. И Гонг все-таки заканчивает этот бой. Генри Ланди вскакивает на канаты, победно поднимая руки. Не знаю, на что он рассчитывает. Может, он просто доволен, что, в общем-то, продержался все 12 раундов. Но на победу ему рассчитывать, я думаю, не стоит. Да, он молодец. Дал действительно бой. Хороший парняга, хороший боксер. Но Постал был сильнее, согласитесь. Об этом говорили судейские записки после 4-8 раундов. Но я думаю, что, кстати, нам стоит дождаться официального отглашения результата. И узнать, какой там счет. А тем временем я напоминаю, что это был вечер бокса от компании Elite Boxing Promotions. Киевская компания, которая всегда открыта для новых боксеров, для новых проспектов. Они всегда ищут интересных боксеров. Постоянно проходят просмотры. Так что, если кто хочет стать профессиональным боксером, милости просим. Пока мы ждем официального отглашения результата, напомню, что у нас по украинцам в этой весовой категории. Апостол у нас занимает самые высокие позиции. Напоминаем, он третий по WBC. Владимир Кровец, украинец, у нас 15-й по WBA. Сергей Фетченко у нас 5-й по WBO. Ну, Андрея Котельника уже нету в пятнашке по всем версиям. Пока что непонятно, будет ли он продолжать свою карьеру. Но у нас уже все готово для оглашения результата. Итак, судья Даниэль Ван Девильда. 116-112. 116-112. Судья Ян Джон Лувис. 116-113, простите. Судья Эса Летесари, Финляндия. 116-112. И единогласным решением судей в этом поединке завоевывает титул интернационального чемпиона, украинец Виктор Пост. Аплодисменты. 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 Субтитры сделал DimaTorzok